Привлечение частных инвестиций в ЖКХ обсудили в четверг на совещании под председательством зампреда Владимира Шарыпова. Несмотря на то, что со стороны региона софинансирование на подобного рода проекты не предусмотрено, желающие вложиться в модернизацию коммуналки все же находятся. Правда, их не так много, как хотелось бы. В настоящее время у нас все нормативные документы, позволяющие привлекать инвестиции в ЖКХ, Минстрой разработал. То есть это у нас и концессия, и энергосервисные контракты. Все это уже в Ивановской области в ряде муниципальных образований реализуется. Однако некоторые муниципальные образования и даже большинство муниципальных образований такую работу до сих пор не начали. То есть надо обязательно этим заниматься. В этом году удалось привлечь в регион для реализации инвестпроектов более 500 миллионов рублей. Это и возведение новых котельных, и реконструкция систем уличного освещения, и строительство очистных сооружений. Универсальной формой государственно-частного партнерства можно считать концессионные соглашения. Форма сотрудничества, которая по-своему выгодна каждой стороне. 35 субъектов Российской Федерации, мы в их числе. Реализация концессионных соглашений позволила снизить количество аварий по объектам, переданным в концессию в сфере теплоснабжения. В среднем этот показатель снизился на 47%. Также удалось достичь снижения потерь на тепловых сетях на 18%. В сфере водоснабжения и в отведение, также за аналогичный период реализации конституционных соглашений, наблюдается снижение количества аварий на 21%. Нашелся инвестор и на котельную села Мугреевска Южского района. Оборудование прежней сильно устарело. Обещают, что новое будет современной, автоматизированной, а главное эффективной. Выработка тепловой энергии повысится. Установленная мощность за счет большего КПД котлов будет ниже. Вот эксплуатацию мы планируем осуществить в январе этого года. На текущий момент сейчас у нас идут работы по подготовке земельного участка. Заказ оборудования уже осуществлен. Предоплату мы сделали. Будет использоваться щипа, фрезерный торф. Понижение тарифа, вы можете обратить внимание, составляет 8%. Реконструкция этой котельной как раз и есть пример концессионного соглашения. Срок его составит 15 лет. Биоэнергетическая компания инвестирует 100% затрат по проекту. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.